Всем привет! Вот и добрались у меня руки до этой героини. Выкачал я её давно, она была в слиянии, поэтому думаю, она много у кого есть. Давайте сегодня её протестируем. Матьки Белая, это легендарная героиня типа поддержка из фракции отступники. Обсуждаем навыки. Первый навык называется Маска Страха. Атака по всем врагам, суреотносить 25%, накладывать штраф скорости 30% на 2 хода, заполняя свою школу хода на 15%. Урон у нас тут, как ни странно, зависит от здоровья. И это нас не может не радовать, потому что она типичный саппорт. Мы будем её делать толстенькой в плане выживаемости. И то, что у неё урон зависит от здоровья, нам только на руку. С помощью книг мы можем добавить плюс 15% к урону и плюс целых 25% на вероятность наложения штрафа скорости. Итого у нас будет 50%, а бьёт она массово, поэтому получается достаточно неплохо. Смотрим, как она умеет бить. Формула урона 0,2 умноженная на здоровье. Здоровье ей дали 18990 единиц. И на выходе голого урона, если округлим, 3800 единиц. И тут что хочется сказать. Для саппорта, для АОЕшки на базе, давайте её сравним с той же Реей, у которой 3 и 3. Ну если округлить тоже 3 и 4, а это очень достаточно хороший ДД. Матьки Белая не так уже сильно отстаёт. Поэтому с точки зрения урона, тут потенциальчик имеется. Тут главное понимать баланс. Всё-таки в первую очередь это герой саппорт. Уже потом, если шмот позволяет, можно где-то в допах наковырять ей крит шанса. На той же Гидре, матьки Белая действительно умеет набивать урон. Не сказать, что топовый, но он очень ощутимый. Смотрим второй навык. Пастырь душ. Накладывает на команду бонус защиты 60% и возрождение на 2 хода. 6 ходов откат в базе. С помощью 3 книг сокращаем до 3. Отличный откат, отличный навык. Тут пометка, что у этой героини Реса нет, но у нас механика через возрождение. Поэтому в руках автобоя, конечно же, часто лажает. Но если мы в ручном режиме куда-то идём, опять же, та же Гидра. Там мы даже остановимся подетальнее. Там очень интересная механика получается. Переходим к третьему навыку. Опасный перенос. Меняется здоровьем союзникам. Если после обмена собственный показатель здоровья такой же или выше, чем у цели, заполняет свою школу хода на 40%, накладывает на себя бонус скорости 30% на 2 хода, а на целевого союзника блок урона на 1 ход. Если после обмена собственный показатель здоровья ниже, чем у цели, заполняет школу хода цели на 40%, накладывает на неё уже бонус скорости 30% на 2 хода, а на себя блок урона на 1 ход. Накладывает на себя 2 регенерации 15% на 1 ход. Откат здесь у нас тоже в базе 6 ходов. С помощью книг сокращаем до трех Откат замечательный Навык этот бывает и замечательный, бывает нет Если против нас стоят герои, которые могут снимать эти бонусы у наших героев Недостаточно сопротивления Все рассыпается в пух и прах В обратной ситуации действительно хороший навык Отлично выручает Особенно если какой-то у нас герой с резом уже на издыхании Быстренько меняемся здоровьем Вплоть до того, что можем слить мать кибелу Герой, которого засейвили мы После этого резнем всех обратно Подобное часто использую, когда мне какие-то затяжные бои Противники сильные И например тот же арбитр У меня это аренная сборка Очень быстрая, но не очень живучая И вот тут у них очень хороший тандем получается И есть у нас пассивка загробный зов Когда погибает, полностью излечивает союзника С самым низким показателем здоровья Когда воскресает, лечит участников команды На 20 их максимального здоровья И заполняет их шкалы хода на 15% Проблемка этой пассивки лишь в том Что это героиня поддержки И она достаточно жирная у нас будет Поэтому ее убить не так уже и просто И в каких-то других боях мы понимаем Как работает автобой у наших противников Они в первую очередь будут идти и бить самых слабых героев Поэтому до материки белы обычно так просто никто не доходит Поэтому пассивка прикольная, но на деле она не легко реализуется Есть у нас еще и аура Увеличивает скорость союзников во всех боях на 24% Аура у нее конечно же шикарная Тут не придраться 24% это достойно леги И она работает везде Смотрим базовые параметры героя Здоровья дали почти 19 тысяч Тут порядок Атаку пропускаем Она нас не интересует Защита 1343 Для героя типа поддержка Также замечательное значение Ну и видим что у нее и здоровье хорошее И защита хорошее Поэтому эта пассивочка У нас конечно же чаще будет простаивать На самом деле пока я ею играл Гидра красная голова Если заходит всех сшибает Отлично отрабатывает Потому что там много урона Наша задача лишь успеть накинуть на всех возрождение И также ледяной Если триггернули его пассивку И он пошел с игнором бить Там также матьки бела может выручить Но опять же условия Должно быть воскрешение на всех наших Либо кто-то один должен все-таки выжить Чтоб потом резнуть всех обратно Скорость 115 Отлично база Крит шанс, крит урон по сути пропускаем Но помним в голове Что в принципе бить она может Сопротивление 40 Меткость 0 Меткость нам нужна Если рассчитываем на ее штраф скорости Сопротивление Тут тоже все зависит от того Куда пойдете В идеале конечно же сопротивление нужно иметь Потому что если у нас герой типа поддержка У которого мало сопра Его начинает контролировать Он не справляется с поставленной задачей Внутрим оценки 903 оценок На самом деле оценок немного Учитывая что героиня была в слиянии И долгое время она у меня стояла На самом деле без дела Из тех мест где она хороша Это конечно же воины фракции Но исключение 21 уровень И в руках автобоя Она максимально там мешает на второй волне Все остальные уровни отлично заходят Максимальная средняя по всем подземельям И с появлением гидры и головы Которая накладывает страх Плюс связка с инквизитором Там кибело достаточно хорошо может раскрыться Потому что инквизитор ее разгоняет Мы в принципе можем получить нон-стоп воскрешение на наших героев И также отдельно хочу проговорить Что героиня получилась достаточно универсальной Что в наше время редкость Вот такая героиня будет у нас на обзоре Отделы на нее два комплекта Один на оглушение Другой на скорость Не могу сказать что я сильно подбирал ей хороший шмот Вверх потому что она долго у меня стояла без дела Сейчас появилась гидра Наш клан убивает только вторую Поэтому этого шмота с головы хватает Чтобы на второй гидре она не умирала Смотрим артефакты Сапоги Скорость Доспех Здоровье Перчатки Защита Бижутерия Знамя На меткость Амулет Здоровье Перстень Защита Типичная сборка такая для саппорта По книгам Она у меня фуловая Книги необходимо вливать все А3-А2 Просто мастхэв Потому что без книг дикие откаты На А1 у нее массовый штраф скорости Это то ради чего стоит сюда также влить книги По талантам у меня типичная гидровская сборка Скажем так В принципе она же может подойти и для КБ Но там очень такая интересная пачка Об этом поговорим чуть позже Но как я и говорил ранее Героиня очень универсальная Поэтому вы легко найдете Где у нас берут и в талантах ветку поддержки Потому что у нее и бафы и дебафы на борту имеется Иметь возможность на 30% продлевать это все дело Это также будет замечательно Возрождение накладывают на 2 хода Откат 3 хода Если у нас срабатывает талант подмога в прок То мы получаем нон стопом возрождение И во время боя уже не так переживаем Что сольем катку Но давайте чтобы проверить работу автобоя Все таки зайдем в компанию Конечно же она красная Она саппорт Вроде как все говорит что не надо Но ничего не знаю Достаточно разогнано успевает 2 раза походить Кстати еще и по поводу работы автобоя То есть она у нас не кидает никакое возрождение Сразу заходит с базы Видим как у нас отрабатывает сет на оглушение И в принципе одно время я даже ходил с ней в роковую башню Там сет оглушения очень даже хорошо меня выручал Смотрите даже с таким обвесом 20 секунд Все пройдено И получается если мы дадим ей перчатку на тот же крит шанс И в бижутерии дадим ей крит урон Время явно сократится Давайте сходим в подземелье Предлагаю тогда пойти не на дракона А на ледыху По цвету подходит аж до 25 уровня Предлагаю тогда скил забрать Конечно у нас тут подхила особого не будет Во главу ставим матьки белу Скорость нам нужна И понаблюдаем насколько она у нас тут будет полезна Да здесь уже видим сразу заходит с А2 Начинает сейвить наших Также отлично отрабатывает сет на оглушение Хоть пока он нам и не нужен Потому что все и так подморожены Но ничего страшного Плюс опять же штраф скорости Видим что накладывает достаточно хорошо Давайте здесь посмотрим Штраф скорости есть Штраф скорости есть Штраф скорости есть Штраф скорости есть И тут тоже есть Замечательно Ну на самом деле тут прям щедро ей дали Потому что у нас много героев Которые бьют в одну цель И имеют порядка 60-70% наложения штрафа с базы Здесь у нас ауешечка И отвесили аж целых 50% Вау Ну в общем мы уже поняли Что с матюки белой на волнах проблем у нас не будет Плюс если мы пойдем в какие-то локации Где относительно ваших героев Враги достаточно хорошо прокачаны У нас есть еще и бонус защиты на борту Также получается Приветствуется использование героев Урон которых зависит от защиты Например здесь у нас этот тиран из лимор Он будет еще больше бить Конкретно этот сильно бить у меня не будет Потому что он у меня стоит в пачке на паучихе И я наоборот ему убрал возможность бить Потому что он убивает паучат А мне нужен там выжиг И добегаем уже собственно до босса Воскрешение есть На всякий случай есть у нас еще и рез в команде И снова видим штраф скорости всем раздала Сет отлично тоже отрабатывает Мы этого мапса оглушили До этого теперь правого оглушили Единственное что когда уже долго играешь Конечно же потом стараешься создавать такие пачки Которые будут максимально быстро проходить локации Матики белая немного не та героиня Она все таки больше создана для затяжных боев Если хочется быстренько где-нибудь что-то пофармить Мне кажется это не сюда И снова у нас есть рез Появляются мапсы То есть пассивка Лидии раз отработала Здесь конечно же мы его уже добиваем босса Но вот часто бывают фейлы именно здесь То есть мы убиваем мапсов Лидия не дает резнуть раз их И вот когда все таки пассивка у Лидии заканчивается Вот тут часто бывают фейлы Потому что автобой начинает заходить с массух Не убивает мапсов до конца Босс идет в ответку и все умирают Я думаю многие так заканчивали свои катки И тут яркий был пример Что как раз под конец Матики белая кинула на всех возрождение Если бы что-то пошло не так То все равно остались бы все живы И тут обратите внимание Матики белая набила Не много менее чем тиран из лимор Хотя у тирана и выжиг Ну и вы видели ее статуи Я еще ее не одевал Так чтобы она прям хорошо умела бить То есть потенциал действительно у нее имеется Теперь давайте еще заскочим в логово дракона У меня здесь команда собрана через пророчку У нее есть А2 Которые в идеале нам могут даже помочь Давайте мы арбу заберем отсюда И попробуем поставить сюда матики белую Заведутся ли они Наблюдаем А2 пошел Разлом есть Пророчка есть Вторая волна Так пока отлично Всех законтролили Перезарядка есть Бафы пошли Разлом есть Пророчка есть Вторая волна пройдена Вот здесь могут быть уже проблемы Потому что на самом деле Дракон тут достаточно больно бьет И мои тут умирают Собственно почему у меня здесь тут арба и стояла Если матьки белая успеет набросить Ну пока успела возрождение Плюс баф защиты Возможно они станут более стойкие Заходит дракон Ну пока выживают Возрождение есть Но спасет ли их это Дракоморф такой что уже тут Ахахаха Нет выживает Даже обмен здоровья заюзала Ну ничего себе О Смотрите Да Рез помогает У нас пророчка выживает Ренегатка выживает И они закрываются Я не знаю конечно какой тут будет винрейт Но да Действительно матьки белую Можно рассматривать В пачках С пророчицей И сразу у нас резко видите И время ускоряется Уже минута 19 На ледыхе я говорил Что матьки белая Больше к затяжным боям Как бы мы можем И с пророчкой ее Также использовать В принципе тогда Все то же самое Будет актуально И на волнах В роковой башне Теперь давайте заскочим Войны фракций Сегодня это у нас закрыто Но не беда Я тут все записал заранее Что сразу хочется сказать Что матьки белая Отлично заходит Войны фракций Все локации Кроме 21 уровня То есть и тут Мне пришлось использовать Пресеты Чтобы все таки Как то это дело завелось Как оказалось Да Проблема была даже Не столько в матьки беле Сколько в фаталисте Нужно было запретить Ей использовать А2 Потому что Очень много Бонусов Получалось на наших И на второй волне Валькирии Просто нон-стопом ходили Обновляли себе щиты Контратака Их просто невозможно Было пробить Потому что у меня здесь И матьки белая И драха И еще и плюс фаталист Поэтому вы понимаете Что бонусов было Очень много У меня здесь Два героя Которые бьют Через атаку И конечно же Если мы на фаталисте Отключаем Бонусное увеличение Атаки Они начинают бить Слабее Но так они Хотя бы проходят Все остальные Локации То есть Если например Вы фармитесь На 20 уровне Потому что Крипто отступников Достаточно противные На 21 уровне Многие фармятся На 20 Ставьте матьки белу Вообще Никаких пресетов Не надо Ничего не надо Она отлично заведется И вам поможет Тут же вот смотрите Когда мы дошли Уже до второй волны Во первых Отлично у него Отрабатывает Сет на оглушение Это очень большая помощь Особенно Когда уже У героев Есть контратака И у нас есть Оглушение Мы можем Их спокойно трогать Они не идут Не бьют нам В лицо в ответку Плюс Также Штраф скорости И также Тут в этой команде Да есть Драха Драха имеет Рез на борту Но может Резать только Одного героя За раз Откат Не сказать Что у него Короткий И воскрешение От материки белой Тут также Отлично Нам помогало Вот видим Так бы мы потеряли бойца Боец к нам Возвращается в бой Далее у нас Уже остается Босс Желательно Конечно Тут побеспокоиться О сопротивлении У маяки белой Сопротивления Недостаточно То есть Иногда Она фейлится Порядка 250 Сопротивления Ну Желательно Иметь Потому что Иначе Босс Начинает Контролить Начинает Воровать Эти все Бонусы Это Не очень Хорошо Не Супер Быстрое Прохождение Практически 11 минут По урону Смотрим У нас Безлиц Миллион Матьки белая 0.5 Телесия Если округлить 0.7 Но еще стоит Проговорить То есть Если даже Ставим Подобную Команду Пойдем В 20 Уровень Драху Можно сразу Уже Выкидывать Можем Заменить Ее Еще Каким ДД Матьки белая Плюс Фаталист Без пресетов Понятное Дело Будут Справляться На ура Просто Погнали Поговорим Про Клановых Боссов Первый Босс Владыка Демонов Тут Я Сошлюсь На нашего Гуру По составлению Пачек На КБ Дядя О Ролик У него На канале Называется Анкил Через Возрождение Скорости Как запускать Все Наряйте К нему Все Найдете Я лишь Говорю О том Что Это Возможно И по сути Тут Вся пачка Держится На мучителе И на мать Кибеле Всех Остальных Героев Вы уже Можете Менять Тут Урон Не супер Большой В любом Случае Достаточно Чтобы Закрываться С двух Ключей На шестом КБ Почему бы И нет И мы Явно Понимаем Что тут Тоже Не прям Супер Топовые Герои Той Стоят Тут Есть Еще Кого Менять И теперь У нас Есть Еще И Гидра Так Мать Кибелу Я уже Потратил Не Беда На этот Случай У меня Есть Запись Идеальная Схема Применения Матери Кибелы На Гидре Ее Ставим Во главу У нас Есть Голова Мучений У нас Есть Инквизитор В команде От Инквизитора Матьки Бела Очень Быстро Заливается Нон Стопом Шпарит Со своей Масухи По Нашим Головам В итоге Мы Видим Что У всех Есть Штраф На Уменьшение Скорости Наши Наоборот Ускоряются Потому Что У нас Есть Лидер На Увлечение Скорости И Второй Момент У нас Есть Счетчик От Гидры Когда Какая-то Из Голов Съест Нашего Героя Если Этого Героя Убивают Но На Нем Есть Баф Возрождение Он После Этого Перерождается И Счетчик Переходит На Другого Героя Таким Образом Если Прям Идеально Все Подгадать Мы Можем Играть Вплоть До Что У нас Никого И Собственно Не Будут Главное Просто Вовремя Дать Убить Этого Героя Он Заново Возрождается И Счетчик У нас Перескакивает И Вот Собственно У нас Сейчас Будет Такой Момент Счетчик У нас На Пайдме Ее Убивают Она Возрождается Счетчик Ушел На Мать Кебелу Ну И Перемещаемся Уже К Финалу Боя Это У нас Была Вторая Гидра Забрались С одного Ключа По урону Смотрим Мать Кебела 5.6 Геомант 9.6 И На Третьем Месте У нас Инквизитор Шамаэль 4.000.000 Средний Шмот Вдм И Ее Постоянные Атаки Более Того Могла Бы Набить И Больше Вы Видите Под Конец У меня Голова Мучений Пропала То есть Мы Видим Что Тут Совершенно Другие Головы То есть Если Мне Везло На Выпадение Голов Урона Было Еще Больше Но Я Уже Решил Не Перезаходить Я Увидел Что Я Закрываюсь На Ключ Поэтому Решил Что И Так Пойдет И Также Тут Покажу Для Эксперимента Я Пробовал Зайти Тем же Составом Но Я Менял Мать Кебелу На Геоманта Мне Было Интересно Кого Целесообразнее Поставить В Лидер Потому Что Холивары Небольшие Есть Они Говорят Одно Другие Другое Видим Что По Суммарному Урону Плюс Минус То На То И Вышло Но Уже По Урону Геомант Выходит Вперед Мать Кебела Сразу Меньше Потому Что Мать Кебела В разы Начинает Медленнее Ходить Если У вас Будет Такая Расстановка То Давать Умение Бить Матери Кебелы Нецелесообразно Если Она Будет Стоять У вас В лидер Смысл Есть И Остается У нас Арена Как Только Мать Кебела Появилась Я ее Видел Даже В платине Но Сейчас Там Совершенно Другие Герои Жируют Тут У нас Просто Есть Ряд Ограничений По Подбору Пачек Какие Спид Паки Однозначно Мать Кебела Не Зайдет Также Мы Должны Четко Понимать Против Кого Мы Идем Если У нас Есть Камеры Если У нас Есть Мадамки И Прочие Герои Которые Отлично Снимают Все Бафы С наших Также Могут Быть У нас Проблемы Потому Что Одеваем Супер Дупер Сопропак Приходит Одна Мадамка Ей Дают Под 800 Меткости Сейчас У нас Уже Много Героев Которые Накладывают Еще Бонус На Увеличение Этой Меткости И Весь Наш Сопропак Рассыпается Потому Что Все Снимается Пробитие По Броне Все Получают До Свидания Поэтому Я Не Могу Сказать Что Я Прям Фанат Применения Ее Но Та же Арена 3 На 3 Я Ее Там Вижу Ну Мы Попробуем Собрать Некое Подобие Сопропачки И Посмотрим Чем Тут Все Закончится Я Не Могу Сказать Что Я Прям Очень Хорош В Создании Сопропачек Так Ну У нас Уже Пробили Зашла С базы Лидия Пошла Есть Возрождение Сразу Оно Нам И Пригодилось Есть Первые Потери У Врагов Сейчас Пойдет Рез От Арбы Обмен Здоровьем Произошел Тут Замечательно Слушайте А вы Корабкались Все Так Не Сказать Что Они Конечно Были Жесткие Враги Для Нас Всего То 171 К Силы Да У них Два Залива Они Максимально Вначале Законтролили Наших Но Потом Наши Все Таки Взяли Своё Давайте Попробуем Сюда Еще Зайти Также В два Залива У нас Есть Тормин Надеемся На его Пассивку Да Есть Мороз Есть Мороз Отлично Тормин Справился Заходят Наши Ух Ты Очень Даже Неплохо Ну Ну и Третья Катка Как У нас Тут Будет Ага Тут Тормин Уже Не Особо То И Пошел Так А Нет Смотрите К Это Победа В общем Какие-то Пожирнее Команды Я не Пойду Потому Что У меня Попросту Не Та Сборка Тут Нужно Скручивать Крит Шансы Крит Урон И Давать Побольше Сопры Но Мы Должны Понимать Что Матьки Белая На Арену Очень Даже Заходят Давайте Подводить Итоги Долгое Время Я Не Записывал Обзор На Эту Героиню Хотя Она Была У меня Готова Потому Что Я Не Понимал Куда Ее Так Прикрутить Чтобы Она Была Полезна Потому Отлично Помогала Игрокам Которые Находились Тогда В Мид Гейме Но Уже На Достаточно Хорошо Прокачанном Аккаунте Я Не Понимал Зачем Она Нужна И Вот Уже Только С Появлением Гидры Мне Кажется Матьки Белая Наконец Раскрылась Возможно Это Вот Тот Случай Когда Герой Опережает Свой Контент Героиня Появилась Раньше Сейчас Появилась Гидра Наконец Начали Уже Появляться Какие То Рабочие Готовые Механики Как С Ней Бороться Матьки Белая Это Одна Из Метовых Героев Которые Отлично Туда Заходят Пока У меня Не Появилось Чего То Еще Лучше Я Туда Ее Таскаю И Мне Прям Нравится По поводу Всех Дошел Концу Всем Спасибо За Просмотр Если Не Леньки То Можно Поставить И Пальчик Вверх А Мы Встретимся С Вами В Следующих Роликах Пока